ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ УБТ очень хорошо в этом году поставлены, очень рослые ребята, но в первом тайме справились. В втором тайме плюс ко всему провели несколько хороших атак, что требовали ребят, вскрывали счет фланга. Единственное, что не довели, наверное, в штрафную, где хотелось более нацелено, чтобы нападающие входили туда в завершение. Иногда один человек был по створу. В перерыве сделали коррективы, подсказали ребятам, как можно чего во втором тайме прибавить. После этого забили гол. В принципе, неплохое. То, что просим ребят. Ну и после забитого гола немножко мы, знаете, как, наверное, хотели сохранить счет. Как мне показалось, хотя требовало от футболистов совсем другое. Ну и плюс ко всему, как я говорю, уголы пропускаются в концовке. Тут должна максимально быть концентрация. Но эту концентрацию мы, к сожалению, потеряли, за счет чего получили гол в самой концовке встречи. Спасибо. Остальные комментарии? Пожалуйста, ваш вопрос. Алексей Перро, Радио Столица. Команда последний раз провела официальный матч три недели назад. Это как-то мешало? Ну, конечно, мешало. Ну, как бы, как мне, как футболисту, лучше играть каждую неделю, когда у тебя за месяц одна игра. То есть, ну, тяжеловато. Все равно, в любом случае, хоть и мы играли там товарищескую игру, лучше быть, я думаю, что в игровом тонусе. Как для футболистов, еще будущих футболистов, как и для тренера то же самое. Надо подготовить ребят к игре. Лучше играть, конечно, через неделю, там, либо, там, два раза в неделю. Еще, пожалуйста, слово. Вячеслав Невуцкий, исходя из того, что Борисов мог дожать встречу в конце, довольный ли ничей на счет? Ну, как вам сказать? Я думаю, что, когда на последних минутах пропускаешь, ты, наверное, больше зачарован ничей, чем то, что Борисов мог дожрать. Уже об этом не думали. Все равно нам, наверное, нужно было три очка. Ну, в принципе, ничья – это тоже неплохой результат. То есть, как бы, поиграешь, говорю, если бы не эти ошибки, которые совершили, то ребята молодцы. Еще, пожалуйста. Больше не вопросов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.